Традиционно уже в десятый раз накануне Дня Победы участники марша собрались у Дома культуры Солнечной. Всего более 500 человек. Когда окончилась война, это радость для нас была, для всех. А второе – гордость за нашу страну. И, конечно, слезы на глазах, потому что многие не вернулись, в том числе и мои родственники, которые без вести пропали. Под музыку оркестра участники марша Победы проследовали по улицам микрорайона. При этом колонны людей становилось только больше. Многие жители Одинцова присоединились к шествию. Как всегда, одни из активных участников – ученики средних школ 8-го микрорайона. Колонна проследовала к мемориалу в деревне Глазынино, чтобы почтить память погибших во время битвы за Москву воинов. Здесь же состоялся митинг памяти. Его открыл организатор юбилейного шествия, депутат городского совета депутатов Максим Ганин. На мраморных плитах памятника, появившегося на этом месте в 1968 году, высечено пока не более 20 фамилий. Учащиеся школы подошли к митингу очень ответственно. У многих ребят прадеды прошли через страшные годы войны. В руках детей фотографии своих родственников, которых они помнят и которыми гордятся. Затем несколько слов произносит участник Великой Отечественной войны, кавалер нескольких орденов и медалей. Мы встречаемся с такой большой группой. Для чего? Для того, чтобы вспомнить, что было во время войны, ну и напомнить молодому поколению, что пережили и что могли сделать наши советские люди. Объявляется минута молчания. Под звуки оркестра все участники митинга возложили венки и цветы к мемориалу павших земляков. То, что мы делаем, мы делаем для будущих поколений. Пройдет еще немного лет, это жизнь, и ветеранов не станет совсем. Наша задача пронести эту светлую память через года, через века, чтобы будущие поколения, которые будут жить в нашей стране, чтили и помнили этот великий подвиг и знали, кому они благодарны за наше счастливое настоящее. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.